Здравствуйте, уважаемые зрители! В прямом эфире Ромж ТВ. В студии я, Даниил Романюк. И мы продолжаем цикл передач по теме государства. В первом нашем выпуске мы озвучили термин государства, пообщались, поинтересовались, что он означает. После чего возникло много вопросов у наших зрителей, у вас. Мы собрали самые интересные из них, озвучили в ответах на вопросы. Это был следующий наш эфир, посвященный государству. И несмотря на это, вопросы от вас продолжают поступать. Мы собрали еще несколько интересных вопросов и сегодня их зададим снова Пономареву Сергею Юрьевичу. У нас в студии Пономарев Сергей. Здравствуйте, Сергей Юрьевич! Здравствуйте, Даниил! Здравствуйте, уважаемые зрители! Итак, Сергей Юрьевич, первый вопрос, который нас интересует и наших зрителей. Вы часто используете термин «эволюция систем управления». Зачем она нужна? Если сказать коротко, эволюция систем управления необходима для выживания в конкуренции наций. Всегда более эволюционно развитая форма имеет преимущество перед менее развитой. И это придумали не люди, это закон природы. Если вот посмотреть в прошлое, то мы увидим и вспомним из прошлых выпусков о том, как монархии проиграли в конкуренции наций и республикам, в конкуренции систем управления. В монархии были слабые стороны, то есть одна из них это слабая обратная связь, то есть информация к монарху приходила от подчиненных. И также слабая сторона монархии это то, что во всем, за все вернее отвечал монарх. Все, что не происходило в государстве, нес ответственность непосредственно в монарх. Система власти была при этом, притекая власть, была очень жесткая, поскольку система была не очень устойчивая. Еще одна уязвимость монархии заключается в том, что решение все принимает один человек. То есть монарх не только отвечает за решения, но он еще и принимает их. А с ростом объема информации человеку все сложнее и сложнее становится обрабатывать ее и делать правильные выводы, принимать правильные решения. То есть такая система становится уязвимой для внешнего воздействия и может быть разрушена. Что с монархием и произошло. Республика более устойчивый строй, поскольку государство разделило полномочия между тремя ветвями власти. Это законодательная, исполнительная, судебная. Каждая ветвь власти имеет свой функционал, имеет свои задачи и несет свою долю ответственности. То есть устойчивость системы, площадь опоры, количество точек опоры системы увеличивается и система становится значительно устойчивее. Но далее республике необходимо эволюционировать и кто-то должен составить план развития государства, детализировать его для каждой ветви власти. То есть уже появляется необходимость в идеологической ветви власти и система выходит на следующий уровень системы управления и становится властью, становится системой четырех ветвей власти. То есть появляется идеологическая ветвь власти, которая четко ставит задачи. При социализме, например, она делает право равновесным, распределение благ справедливым, не позволяет производить рассинхронизацию системы и система становится более устойчивая, более эффективная. То есть с учетом того, что постоянно растут производственные мощности, потоки информации, вообще объемы всего, поскольку увеличивается население, увеличивается информационная нагрузка, растет скорость передачи информации, то система, находящаяся на недостаточно высоком уровне управления, не имеющая стандартизирования, целеполагания, планирования, имеет уязвимость, ее легко вывести из равновесия. Можно разобрать на примере Ливии, который происходил прямо на наших глазах, можно сказать, мы все наблюдали это в прямом эфире. Страна, которой могли многие завидовать, которая была одной из лучших стран в мире по уровню жизни, была разрушена методом цветной революции. То есть строй там был монархический, решение вынужден принимать был монарх, посоветовавшись со своими генералами, но социальные лифты не работали. То есть система принятия решений была выстроена именно под принятие решений самим Каддафи. И, соответственно, раскачав волну недовольства, а именно недовольство является основой для цветных революций, внешнее воздействие разрушило эту страну, некогда процветающую. То есть причина, одна из причин в том, что монархия не может обрабатывать большие потоки информации. Поэтому, если государство хочет выжить, оно должно эволюционировать. Получается, эволюционирует информационное поле, становится более насыщенным, более емким и система управления также, получается, должна эволюционировать. Конечно, она должна соответствовать. Система должна постоянно меняться, должна соответствовать нагрузкам. И, естественно, ни в коем случае это не должен быть один человек, потому что биологические возможности человека, они очень ограничены. Он не может принимать массу решений, перед этим обработав огромное количество информации. Это просто невозможно. Необходимо делегировать полномочий. Спасибо, Сергей Юрьевич. И вот следующий вопрос. При какой идеологии система управления лучше всего работает? Какая должна быть идеология? Вы знаете, идеология и система, качество работы системы управления, они не связаны. Идеология – это постановка цели. Система – это то, что эту цель достигает. То есть, можно посмотреть по аналогии с транспортом. То есть, цель поездки и маршрут – это идеология, а то, на чем едем и двигаемся – это система. А вот уже расход топлива, комфорт, скорость перемещения – это уже системные характеристики. И, кстати говоря, наблюдая то, как современные эксперты путают эти два понятия, скорее всего, целенаправленно. И, говоря, например, об идеологии, они ведут речь об экономике. И, говоря об экономике, отталкиваются от идеологии. Вот я прошу вас обращать на это внимание и не дать себя обмануть. То есть, еще раз повторюсь, идеология отдельно, а система управления отдельно. Идеология может быть любой, а законы управления неизменны. Спасибо. И в этом ключе тоже интересный вопрос. Что такое структура? Казалось бы, ясное для всех понятие. Разъясните, пожалуйста, в политическом смысле, как это устроено. Что это такое? Структура – это совокупность элементов, полученных при разделении полномочий. То есть, задача структурирования – это четкое разделение полномочий между элементами системы. Целью же структурирования и распределения этих полномочий является недопущение критических ошибок, критической ошибки управления – это смешение функционала. То есть, необходимо, чтобы каждая структура отвечала именно за свои задачи, реализовывала их и не вмешивалась в деятельность других структур. Вот в одной из прошлых передач я приводил пример о реформе исполнительной ветви власти, проведенной Сталином в Советском Союзе. И вот еще раз к нему вернусь. То есть, раньше изначально было деление исполнительной ветви власти по территориальному принципу. Называлось это «собнархоза». Сталин провел блестящую реформу исполнительной ветви власти и деление стало уже теперь по отраслям. Резко выросла экономика, то есть, был резкий экономический рост, потому что на региональном уровне, на территориальном, перестало происходить смешение функций. То есть, если… Можно просмотреть, кстати, обратное движение. После смерти Сталина Хрущев решил вернуться опять к «собнархозам», опять к территориальному делению. И все увидели, что произошла просадка экономики и вынуждены были вновь вернуться к отраслевому, к министерствам. И, кстати говоря, это лучшее на сегодняшний день деление. Как вы, наверное, знаете, подавляющее большинство стран, развитых стран мира, именно так делит свою исполнительную власть. А может быть какой-то еще более лучший вариант? Или это, в принципе, лучшее и есть по отраслевому делению? Пока лучшее не придумали, потому что именно при отраслевом делении практически сводится к минимуму смешение функционала. Пока лучшее не существует. Ну и как мы понимаем из примеров про Советский Союз, значит, это более эффективно, то есть она доказала свою эффективность. Конечно, она доказала. Такая система отделения народного хозяйства, исполнительной ветви власти, именно отраслевая, она не только на примере Советского Союза доказала свою эффективность, а вообще на другой, в развитых странах не используется. Потому что вот именно только такое деление позволяет профессионалам, каждому в своей отрасли, заниматься и проводить качественное управление, то есть полную информацию собирать, то есть по всем регионам, да, что недоступно, если деление региональное, то есть кого там может увидеть специалист, который и швец, и жнец, и дуду, и грец, только там, допустим, того, кого знает, либо соседи. А здесь вся информация собирается, структурируется, анализируется, принимаются правильные управленческие решения, и причем полномочия четко разграничены. Поэтому на данный момент самая оптимальная система деления полномочий. Ну вот в совокупности как раз-таки следующий вопрос, который мы отобрали, влияет ли как-то структура на успешность государства, успешность страны? Да, конечно, как только что мы и проговорили, то есть государство, которое правильно структурировано, где четко разделены полномочия, является более эффективным, и, соответственно, более конкурентоспособным. Потому как такие критические ошибки, вот как именно смешение функций управления, они делают государство уязвимым к внешнему воздействию. То есть внешнее воздействие, как правило, оно приходит через недовольство граждан. Вот критическая ошибка, которую мы тоже разбирали в одном из прошлых роликов, которая постоянно допускала в Советском Союзе, это вмешательство идеологической ветви власти в дела других ветвей власти. Как это было видно на примере с обувью, когда вся страна оказалась в сандалях, но без сапог. То есть можно также вспомнить Ливию, кстати говоря, о которой мы уже сказали. То есть страна с высочайшим уровнем жизни оказалась разрушена воздействием внешним по принципу цветной революции. То есть вырастили из ничего в прекрасной стране, которая жила в достатке, недовольство граждан. И это недовольство граждан, оно было явным признаком того, что назревает цветная революция. Но структура государства не была изменена. Хотя Каддафи и Ливии предлагали, когда только лишь поднималась эта волна народного недовольства, им предлагали помощь. Но генералы, посоветовавшись, вдруг приняли решение, что у них очень жесткая структура управления, у них очень такая серьезная жесткая система, и все у них находится под контролем. Результат нам известен. То есть они не захотели эволюционировать, пойти по пути эволюции систем управления. И не захотели разделить государство на ветви, делегировать полномочия, то есть избавиться, исключить вот эти критические ошибки управления. То есть результат нам известен. Страна разрушена, генералы повешены. То есть от структуры зависит выживание. Оказывается, такая простая вещь, казалось бы, да, такой простой термин, а какое влияние на самом деле имеет в государстве. И вот в начале, в первом вопросе вы рассказали, что следующая эволюция после монархии – это республика. И Россия же сейчас – это республика, а как России совершить переход на уже следующий этап? Вообще возможен он, и как ей это сделать? Да, совершенно верно. С 1991 года наша с вами страна, Россия, является республикой. У нас три ветви власти – это законодательные, исполнительные, судебные. Но на наших с вами глазах буквально на днях, а точнее вчера Советом Федерации был одобрен закон, который ранее был принят на Государственной Думе. Это закон о публичной власти в России, с чем я всех нас с вами и поздравляю. То есть де-факто этот закон кардинально меняет государственное устройство России с федеративного на унитарное. То есть это значит, что субъекты управления на местах будут встроены в общую вертикаль власти. И тогда будет более качественно проходить процесс управления, планирования и реализации решений. Кроме того, статья 15, часть 4 нивелируется этим законом. То есть возвращаем себе часть суверенитета, поскольку в соответствии этому закону приоритет получает Конституция. И самое главное, в статье 35, пункт 1, президент наделяется полномочиями идеологической ветви власти. То есть он определяет соответствие и эффективность целевым показателям, что является работой идеологической ветви власти. Вот так на наших с вами глазах происходит система эволюции. Не спеша, очень постепенно, но наша страна начинает обретать четвертую идеологическую ветви власти, с чем я еще раз всех нас и поздравляю. Мы движемся вперед по эволюции систем управления. Да, вот правильно я понимаю, Сергей, что у нас было три ветви власти, четвертая отсутствовала, идеологическая, которая в советское время в принципе была. Функции идеологической власти были на Компартии, если не ошибаюсь. Да, совершенно верно. При Советском Союзе функцию идеологической власти выполняла Коммунистическая партия. То есть высший орган идеологической власти был ЦК КПСС. Совершенно верно. Но после поражения в Холодной войне в 1991 году идеологическая власть была оккупирована. И сейчас мы находимся на ступень ниже в эволюции систем управления. То есть мы потеряли конкурентноспособность. Но в связи с последними событиями, а именно принятием этого закона, Россия восстанавливает, пусть пока еще вот такими небольшими шагами, но это движение именно к восстановлению четвертой, так необходимы ветви власти, которая будет ставить задачи для остальных, которая будет осуществлять планирование, детализацию этого плана для всех ветвей власти. То есть именно идеологической ветви власти. Она возрождается на наших с вами глазах. Это очень радостная события. И в данном контексте в виде части функции идеологической власти, которые возлагаются уже на президента. Да, совершенно верно. На этом этапе функции идеологической ветви власти возлагаются на президента. Наверняка это будет в дальнейшем все-таки изменено, поскольку это некий переходный период, не может на одном человеке находиться столько много функций и обязанностей. Мы это уже обсуждали выше. Человеческий организм имеет ограниченный ресурс. Наверняка будет создан орган, может быть, на следующем этапе это будет госсовет, который именно будет наделен функциями идеологической ветви власти. Что ж, спасибо большое, Сергей Юрьевич. Мы видим положительную динамику в возврате суверенитета. И надеемся, что она будет ускоряться, усиливаться. Еще раз спасибо вам за ответы на вопросы. И спасибо, что присоединились к нам в этом эфире. Спасибо вам. Уважаемые зрители, я напомню, что сегодня у нас в гостях был Пономарев Сергей Юрьевич. Мы отвечали на дополнительные вопросы, которые возникли по теме государства. Пишите ваши комментарии. Может быть, у вас появились новые вопросы. С удовольствием ознакомимся с ними. И будем дальше разбирать эту тему. На сегодня это все. С вами был Даниил Романюк. Ромж ТВ. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok